Девушки отдыхают Я была в этом зале в шестом ряду, с восторгом слышала интереснейших спикеров, удивлялась необычному формату проведения форума и получила мощнейший заряд к дальнейшей работе на весь учебный год. И разве могла я предположить хоть когда-нибудь, что буду присутствовать на втором форуме уже в почетном качестве спикера? Конечно, никогда не думала бы. Но для меня огромная честь сегодня и удача быть сегодня здесь с вами, для того, чтобы вместе порассуждать о том, что такое успех в профессии, зачем двигаться вперед и как восполнять свои ресурсы. Я пришла в профессию совершенно случайно, а осталось работать совершенно осознанно, потому что оказалось очень интересно. Интересно взаимодействовать и с детьми, и со взрослыми, но сложно. Потому что оказалось очень ответственно. Ответственно не только за эмоциональное и физическое благополучие вверенных мне воспитанников, но и за то, как потом на них наше слово отзовется. Первый год работы для всех очень непростой. Я похудела на 15 килограммов и приобрела первичные представления о том, как управляться с огромным количеством маленьких детей. И все время жадно училась. Не только в институте, но и на различных курсах. И всегда везде мне тотально не хватало практики увидеть на деле, как надо работать с детьми. Как, например, реализовать лично сноориентированный подход? Или как учесть особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой группе детского сада? Любимые преподаватели, покажите. Я и сейчас часто с досадой некоторой думаю о том, почему в медицинских вузах, например, есть много преподавателей, которые сегодня приглашают студентов и рассказывают им в теории о том, как, например, провести операцию по удалению аппендицита, а на завтра приглашают их уже к себе в операционную и там показывают на деле, как это проводить. И вот мне бы хотелось всегда увидеть, чтобы понять, что не все и всегда происходит гладко в течение дня и совместной деятельности, что не все и всегда может получаться у нас на отлично. И это наша действительность такая. Сегодня у Пети было плохое настроение, Маша скучала, а я не справилась с этим так, как бы мне хотелось. И вот идешь домой после такого рабочего дня и думаешь с грустью, вообще зачем я в профессии? А иногда и проблемы бывают серьезней, но так их мастерски удается решить, что в этот день думаешь, ну ничего вроде я, горжусь в педагоге. И где же можно увидеть много лучших воспитателей, увидеть их в деле, услышать? Вот я так подумала и решила поучаствовать в конкурсе «Воспитатель года» всего лишь после трех лет работы в детском саду. Пошла я туда участвовать исключительно для того, чтобы поучиться у лучших, подсмотреть их приемы работы и попробовать реализовать у себя это в группе с ребятами. Но какой же мощнейший стимул к саморазвитию я в итоге получила? Всего вот за несколько лет после конкурса мне удалось написать и рецензировать рабочую программу для детей, курсы повышения квалификации для педагогов. И, конечно, я волновалась, как смогу успешно освоить и успешно реализовать еще один, но уже совсем новый для меня вид деятельности. Как мне это сделать? А что значит успешно? Для меня успех в профессии – это удовлетворенность от проделанной работы. Вот если есть такая удовлетворенность, значит, прямо пропорционально происходит восполнение затраченных мной ресурсов. А как этот успех можно взвесить или как-то почувствовать, измерить? Это когда твой труд оценен и значим для окружающих. А кто нас окружает в детском саду? Дети, родители, коллеги, администрация. И всем им мы в течение рабочего дня много чего должны. Как тут быть успешным во взаимодействии с таким разным окружением? Как получить признание и у детей, и у родителей, и у коллег? Я позволила себе систематизировать некоторые прописные истины, которые все мы с вами знаем и которые помогают нам получать профессиональное признание, а главное – получать удовольствие от своей работы. Итак, дети, без новых идей, новых придумок, без освоения и применения новых интересных практик наше общение с детьми будет скучным и неинтересным. Эмоционально увлечь ребят нам помогает обращение к их личному опыту. И в группе всегда находятся продвинутые сверстники или сверстник, которые становятся нашими помощниками в объяснении любых тем или обсуждении любых вопросов. А вот ответы, детские ответы на такие вопросы мы, конечно, принимаем любые. Даже самые фантастические, без боязни ошибиться или ответить неправильно. Потом мы можем с ребятами порассуждать о том, какие ресурсы нам понадобятся для осуществления их предложений. А может быть, на данном этапе развития мира это вообще невозможно осуществить. Вот, кстати, вопрос тоже может быть нашим помощником в налаживании коммуникации между людьми. Вопросы бывают разные, уточняющие, проблемные и многие другие. И нам подойдут любые вопросы, которые подразумевают неодносложные детские ответы. Например, почему так получилось? Что нам нужно сделать? Зачем нам это? Как это осуществить? И каждую, всю совместную деятельность мы удивляем, ребят, удивляем предметом ситуации, какой-то фразой. Искренне сами удивляемся тому, как они нам отвечают, что они нам предлагают, как рисуют, конструируют, как взаимодействуют друг с другом. Это создает у них ситуацию успеха. А если мы сами еще не стесняемся признаться в том, что что-то не знаем или что-то не умеем, то это дает им право на ошибку. Каждое, даже самое хорошо подготовленное мероприятие может пойти совершенно по другому сценарию, нами незапланированному. И это мы тоже все хорошо знаем. Здесь нам помогает умение поворачивать за мыслями детей, чтобы попытаться хотя бы создать условия для реализации детских замыслов. И, конечно, постоянно спрашиваем себя, а интересно ли мне до сих пор с детьми? Не раздражают ли они меня? Для того, чтобы вовремя сменить свой вид деятельности. Может быть, ненадолго. Может быть, навсегда. Но это будет честно по отношению к нашим маленьким друзьям. Родители. У каждого из нас есть своя классификация родителей на виды и под виды. И уверена, что у каждого родителя есть точно такая же классификация, но для нас, педагогов. А это значит только одно, что все мы очень разные, но взрослые и очень уважающие себя люди. И мы, и родители. И только взаимное уважение, взаимное доверие и общение в рамках правового поля позволят нам наладить между собой гармоничные взаимоотношения. Если наши родители и их просьбы или требования не противоречат правилам детского сада, то мы их с удовольствием или с неудовольствием выполняем. Если наши активные родители денно и ношно готовы нам помогать, то мы их искренне благодарим. Если наши безучастные родители не приходят ни на родительские собрания, не участвуют в детско-родительских каких-то мероприятиях, которые для них организовываются, мы их не журим и тем более не осуждаем. Если наши тревожные родители очень хотят прийти с ребенком в группу, то при соблюдении некоторых формальностей мы их пускаем в группу. И, наконец, если наши скандальные родители предъявляют к нам неадекватные, необоснованные претензии, то мы их посылаем в администрацию. Спасибо. Но, конечно, мы при этом с вами уверены в том, что действовали строго в рамках правил и нормативных документов. Итак, коллеги, открытость — это важный фактор в успешном общении и с детьми, и со взрослыми. У нас у каждого есть огромное количество профессиональных интересностей, которыми мы можем поделиться с коллегами друг с другом. И для этого сейчас нет абсолютно никаких преград. И проблем тоже нет. Напротив, в каждом регионе, на каждом уровне организуется очень много педагогических мероприятий, посетив которые, можно не только себя показать, других посмотреть, но и максимально вдохновиться и воодушевиться. Ну, а если нет денег, но есть немного времени, то можно рассмотреть участие в профессиональных конкурсах. В любых очных или заочных. И вот второй раз я пошла на конкурс, тоже для того, чтобы учиться и вдохновляться. И я здесь совсем не лукавлю. Я вообще не знаю, как это работает, но это действительно так. Я не перестаю утверждать, что конкурс — это, с одной стороны, огромный стресс, но, с другой стороны, это лучшие в мире курсы повышения квалификации и огромный стимул к саморазвитию. И если вдруг кто-то из вас решит участвовать в конкурсе любому, то начать нужно с цели полагания. То есть с вопроса «Зачем мне это?» И если целью участия в конкурсе будет являться, например, саморазвитие, то тогда на каждом этапе продвижения в конкурсе педагог для себя и в себе будет открывать, обязательно открывать что-то новое. Например, как систематизировать и интересно представить любую информацию, как сделать видеоролик, как разработать мастер-класс и даже что значит фраза «Я больше не могу». И вот чтобы успешно пройти все испытания конкурсные, нужно одинаково хорошо уметь взаимодействовать и с детьми, и со взрослыми. И педагогу важно понять, что у него хорошо получается уже, а что не очень, и начать нарабатывать недостающий опыт. Но нельзя забывать о доле банальной удачи, которая сопровождает любые конкурсы и соревнования, и которая, я считаю, сопутствовала мне. Если об этом помнить, то наше отношение к пребыванию на любом конкурсном мероприятии будет более легким, позитивным, спокойным. Сейчас удивительный период моей профессиональной жизни. Поездки в регионы, которые меня приглашают, сопровождаются не только моими выступлениями, показами занятий с детьми, семинарами, но и я из каждой поездки привожу колоссальный, новый для меня опыт публичных выступлений, проведения профессиональных разговоров, огромное количество идей в работе и с детьми, и в управленческих моментах. Сравниваю и анализирую, как устроены системы дошкольного образования в разных уголках нашей страны. Что между ними общего? В чем разница? Представляю не только свой опыт, но и рассказываю коллегам о том, какие интересные проекты проводятся и реализуются в нашем подмосковном регионе. Я смотрю, мне пора заканчивать. Подведем итог. Воспитатели – это счастливые люди. У нас есть с вами длинный летний отпуск. Спасибо. И возможность для общения с самыми непроизвольными, непосредственными жителями нашей планеты, дошколятами. Успешность этого общения зависит от многих рассмотренных нами сегодня факторов. А сегодня еще каждый из вас добавит к ним свои лайфхаки. И это значит, что нас ждет новый, насыщенный, интересный и успешный учебный год. Я желаю нам в новом учебном году реализовать все свои профессиональные планы для того, чтобы стать еще лучше, умнее и успешнее. А самое главное, чтобы мы вот в этом всем не растеряли свои жизненные ресурсы и стали жизнерадостными и активными. Спасибо вам большое за поддержку. Было очень страшно. Приглашаю к общению. Наверное, нельзя. Я не знаю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова